ну что всем привет в прошлый раз следуя интенции роти я совершил такой крен который сейчас нужно будет выровнять что я имею ввиду я говорил о том что по луману наблюдение первого порядка и наблюдение второго порядка это то что в свою очередь как-то вот структурирует организует такую классическую мысль и современную теорию но я оговорился что как таковое наблюдение второго порядка в таком строго формальном смысле она функционирует столько сколько сколько функционирует до означающей философии потому что философия среди прочего может быть определено да как вот я вспомнил кстати был такой замечательный демотиватор про то как сидит сидит там сократ со своими друзьями и он как бы говорит а давайте мы будем рассуждать не о природе о том как мы рассуждаем о природе и там один говорит вот это да а второй говорит нам же не хватит пергамент и как бы это с это и есть ситуация в общем-то философии до который размышляет о мышлении и вот вам наблюдение второго порядка дальше тоже имеет в таком случае виду луман когда говорит что классическая теория метафизика она обреталась в кругу наблюдения первого порядка и в прошлый раз я сказал что это рефлексия второго порядка та которая выводит нас на рубежи современной теории она понимается как рефлексия историческая и вслед за рорте я сказал о том что метафизика заканчивается как бы по каким-то внешним причинам потому да можно сказать что философия как философия существовала именно в том виде в котором она была представлена великими систематиками а потом культурная ситуация да сложилась таким образом что философия оказалась не востребована вот именно этот тезис я хочу сейчас поправить и более того вообще вся сегодняшняя лекция она будет представлять собой именно демонстрацию того как теория своими собственными путями как мысль своими собственными путями 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 чистой мысли приходит к невозможности держаться за свою метафизическую форму и как бы такая ну такой драматический нарратив для это рассказ будет иметь такую форму такого драматического нарратива в котором героем главным героем окажется журж батай именно он ну как бы условно говоря впервые осуществил эту интеллектуальную операцию последствием которой стала вот эта вот современная ситуация когда теория не может позволить себе существовать в форме метафизики и это движение это интеллектуальная операция она как бы была произведена в три этапа мы ее так рассмотрим произошедшую в три этапа поскольку эта мысль действительно была необычной то в своем как бы первом исполнении а именно в исполнении самого батая да она выглядит ну достаточно дико то есть она выглядит как как художественная речь и да чтобы батая как бы усвоить в качестве философа потребовалась какая-то дополнительная работа и вот эта работа была проделана жаком дорида батай как бы на протяжении всего своего пути полемизировал с гегелем в каком-то смысле он начался с с возражения гегелю слушая семинар к жерва по феноменологии духа даже самого начала что-то в гегеле ему не давала покоя и во многих своих текстах он так или иначе стремился как бы с гегелем счеты свои свести и это ему удалось как об этом свидетельствует жак дорида но и это только второй этап да на котором эта мысль приобретает более или менее строгую теоретическую форму я хочу как бы еще сильнее усугубить ситуацию и дать понять что эта мысль как которую по мыслил батая что она может быть как бы пред как бы она может быть представлена так строго что в конце концов мы ее можем формализовать с помощью вот такого вот такого аппарата записи изобретенного математиком жоржем спенсером брауном этот аппарат был воспринят луманом мы не будем углубляться в то причем здесь математика причем здесь булева алгебра и как при помощи этих закорючек решаются квадратные уравнения мы возьмем это уже в том виде в котором это взял луман нам будет достаточно существует множество разных интерпретаций этих форм и этих исчислений и в том числе есть литература в которой подвергается критике да тот тот способ которым луман понял что хотел сказать спенсер браун но тем не менее для того чтобы формализовать мысль батая его превосхождение гегеля нам этого будет достаточно так для того чтобы я сейчас скажу такую эзотерическую форму произнесу и потом постепенно мы подойдем к пониманию того что же она означает на наблюдение второго порядка то есть наблюдение за наблюдением она вот в своем как бы ультимативом таком бесповоротном как бы эпохальном качестве в том качестве когда уже действительно она своими последствиями невозможность продолжение мысли как метафизики она состоялась но как бы реализуется в том что называется повторным вхождением формы развлечения в самое себя это вот нижний вот эта запись и вот про то что здесь находится мы тоже поговорим но сначала обратимся к батаю и тем как собственно батая дорида препарирует если мы в первом приближение как-то попробуем расценить то что батаю внесено то нам может показаться что вообще произошло что-то странное и непонятно в чем здесь вообще превосхождение потому что батай на вот это вот как бы универсальный единящий да как бы при преодолевающий двойственность духа и природы гегелевский логос ему батай противопоставляет фактически дуализм неснимаемый дуализм духа и природы и может возникнуть вопрос а с чего собственно весь сыр борда это какой-то откат назад то есть какой смысл настаивать на двойственности в ситуации когда все усилия этих философов систематиков идеалистов да романтик классических немецких философов были направлены на то чтобы эту двойственность так или иначе избыть ну вот батай настаивать на том что это интенция гегеля она как бы дает такие издержки с которыми мысль не должна мириться что собственно происходит по итогу гегелевской операции по единению различного иное отличное обкрадывается на предмет его инаковости она подчиняется вот этой имперской господствующей инстанции единого собственно она перестает быть иным и вот эта машина гегелевская по усвоению содержания да по подверстыванию различия под единое собственно она работает да и что-то там происходит и в общем то все как бы довольны но батай как бы перевора переворачивает игру он говорит что вообще сам способ работы этой машины это то что необходимо отвергнуть да и вот это вот и есть различие господства и суверенности батайский суверен отличается от господина кардинальным уровнем потому что с точки зрения суверена господин ничем не отличается от раба потому что он работает он производит смысл да который он постоянно подшивает вот к этой инстанции единого он постоянно за за замазывает закатывает различия различие все время возвращается да а дух все время его снимает и да вот это противоречие вот эта негативность которая у гегеля присутствует и которая батая больше всего интересует собственно батая разочаровывает да и то что эта негативность будучи введена она оказывается постоянно снята собственно процедура снятия его больше всего и не устраивает и вот я сейчас процитирую батая из внутреннего опыта знать значит привести к известному схватить нечто неизвестное как тождественное чему то известному что предполагает либо твердую почву на которой все покоится как у декарта либо кругообразность знания как у гегеля бесконечная цепь известного будет для познания лишь самозавершенность удовлетворение достигается тем что существовавший проект знания дошел до своих целей исполнилось что нечего более открывать но это кругообразная мысль диалектично в ней заключено решающее противоречие двоеточие абсолютное кругообразное знание есть окончательное незнание в самом деле предположив что я достиг его я знаю что теперь не узнаю больше того чем знаю то есть для батая вот это вот неограниченная способность гегелевского логоса да перевод перевести иное в тождественное да вот это его мощь она является свидетельством ошеломительной неспособности гегеля на самом деле питать какое бы то ни было реальное отношение к иному и вот это вот да имперская философия гегеля которая весь смысл себе подчиняя в том числе смысл производимой науками она по по батаю движима ужасом перед незнанием перед различием перед иным и вся вот эта вот экспансия гегелевского логоса это на самом деле бегство в ужасе вот несводимого иного и батай говорит это словосочетание слепое пятно которое мы встретим потом улумана и это действительно то самое слепое пятно которое улумана присутствует в системе то есть в гегельской философской системе поэзия смех экстаз суть ничто гегель спешит избавиться от них он не знает иной цели кроме знания его непомерная усталость связана на мой взгляд с ужасом перед слепым пятном завершение круга было для гегеля завершением человека и завершенный человек был для него обязательно трудом он мог им быть поскольку гегель был знанием ибо знание трудится чего не случается ни с поэзией ни со смехом ни с экстазом и вот еще есть в рассудке слепое пятно которое напоминает о структуре глаза как в рассудке так и в глазе различить его можно с большим трудом однако если слепое пятно глаза не влияет на сам глаз природа рассудка требует чтобы слепое пятно в нем имело больший смысл чем сам рассудок пока рассудок подчинен действию слепое пятно влияет на него так же мало как на глаз но когда мы видим в рассудке самого человека то есть опробование всех возможностей бытия пятно поглощает наше внимание уже не пятно теряется в познании а познание теряется в нем таким образом существование замыкает круг и оно не смогло бы сделать этого не включив в него и ночь из которой оно выступает лишь за тем чтобы вернуться в нее поскольку оно шло от неизвестного к известному ему следует низвергнуться с вершины и вернуться к неизвестному теперь посмотрим что у нас происходит здесь то есть батай он как бы открывает дорогу вот тому что можно назвать философией различия по сути что происходит ну как бы говоря простым языком философская одержимость единым идентичным определенным сменяется вниманием к различию к иному и более того утверждается некий приоритет различия по отношению к идентичному единое оказывается продуктом несводимого различия и это именно то что мы видим вот в этих закорючках единственный знак присутствующий в системе исчислений Джорджа Спенсера Брауна это вот этот уголок что он означает вертикальная черта означает развлечение да именно развлечение как вот как бы от глагольное такое да слово и по по английски у Спенсера Брауна это называется draw a distinction что можно читать как императив проведи различия его исчисления они вот как бы именно процессуальны и каждый да будучи нарисованным значок он уже как бы имеет последствия уже запускается некий процесс и вот это вертикальная ой горизонтальная палочка да вот этот уголочек он отмечает одну из двух сторон различия он отмечает обозначенную сторону то есть когда мы проводим различия у нас возникает асимметрия на одной стороне у нас образуется какая-то определенность а на другой стороне у нас остается неразмеченное пространство и это неразмеченное пространство возникает всякий раз да это и есть слепое пятно но для Гегеля да для систематики для системы диктатуры единого это возникновение да неразмеченного пространства представляет собой сдержку которая требует компенсации и все усилия философов систематиков да весь их рабский труд направлен на то чтобы эту неопределенность да избыть и вот этот телос метафизики да то единое которое как бы маячит на горизонте проекта систематической философии это то единое и определенное да в котором не будет ни единой как бы трещины в нем не будет ни одного пятнышка да когда вся определенность предстанет как как присутствие как присутствие подарида бата смеется над вообще над всей этой затеей да для него это вот такая как бы да для него вся философия представляет собой вот как бы такую судорогу когда смысл скрывая свое происхождение из нестираемого различия стремится укрыться в в обозначенном в определенном и смысл как бы скрывает от самого себя то что он возникает да в окружении кромешной тьмы что он как бы подвешен в пустоте и ни на что не опирается и его вот эта бесконечная операция да это подсовывание под себя основания как бы конструирование да продолжение смысла как обоснованного как коренящегося в ультимативной определенности вот это вот да но вот эта операция повторного вхождения формы в саму себя да это первая первая теорема она означает очень просто что сколько бы раз мы не да не повторяли одно и то же значение в общем результат будет этим самым значением еще более а когда форма входит в саму себя то мы получаем то самое неразмеченное пространство мы заполучаем свое распоряжение единство развлечения да поскольку после того как мы различили в первый раз да мы как раз находимся в ситуации когда мы укрылись да вот истины этого различия в определенность да мы что-то назвали но при этом да как бы мы остались замкнуты в пределах этого названного и мы не признали то что в результате этого обозначения образовалась вот эта бездна неразмеченного пространства в которой нет смысла и в которой этот маленький смысл который мы обозначили да он летает как насекомое в безвоздушном пространстве и когда мы совершаем повторный вот различие различенное да то мы способны обозначить да то есть некоторым образом предъявить это развлечение как именно имеющие две стороны обозначенную и не обозначенную и вот я полагаю что Дорида удалось так как бы основательно препарировать батая да такого бешеного батая у которого там просто там сокрушается там корчится в судорогах да текст просто ну довольно такой экспрессионистский текст да но в какой-то момент если мы научаемся читать батая вот через эти крючочки то оказывается что там вот третий глаз который вырастает у него там вырывается на макушке что все это имеет довольно таки внятный смысл и мне представляется что Дорида это удалось это сделать да в том числе благодаря его феноменологическому бэкграунду потому что в процедуре феноменологической редукции происходит нечто подобное и мы с ее помощью можем как бы да проиллюстрировать что здесь происходит то есть Дорида как бы вот комментируя батая он много раз повторяет что батай на самом деле не возражает Гегелю он ни одна ни единого элемента в гегелевской системе в гегелевском рассуждении не нарушает принимает его целиком да и после этого приятия он совершает какое-то небольшое странное как бы на самом деле не вполне философское движение которое может быть названо смехом в результате которого происходит что-то непоправимое и мы не вполне понимаем что именно потому что Гегель остался нетронутым да вот это вот скала логоса она как была так и осталась по ней не прошла трещина она не была разрушена но каким-то образом она оказалась обесцененной и как бы результат процедуры феноменологической редукции может дать нам представление о том что здесь происходит ведь по гусарлю в процедуре феноменологической редукции мир не исчезает и ничто никуда не девается и даже многие феноменологи да я слышал например я точно не знаю мне кажется у гусарля прямым текстом об этом не говорится но от многих исследователей гусарля я слышал что ну по сути дела в феноменологической редукции вообще ничего не происходит мне как бы ничего не теряется ничего не вычитается с точки зрения содержательного состава да опыта ничего не прибавляется и не убавляется но вся эта определенность которую мы имели в естественной установке она как бы снабжается дополнительным таким нюансом она берется как наблюдаемая как сконструированная и в каком-то смысле действительно этот да этот маленький маленькая прибавочка маленький нюанс он как бы имеет да такой фатальный характер потому что если находясь в в круге наблюдение первого порядка да вся эта определенность имела для нас характер чего-то ну чего-то солидного да чего-то твердого чего-то действительно основательного это был тот мир по сравнению с которым мы в общем-то что-то хрупкое собой представляем неустойчивое необязательное а здесь оказывается что эту операцию по как бы наблюдение второго порядка мы можем интерпретировать достаточно сильно вплоть до того что весь окружающий мир является всего лишь продуктом да наших наблюдающих операций то есть система через свои операции создает свой окружающий мир и весь мир да включая все вещи которые в нем находятся это то что хайлсфен форстер называет собственными значениями системы которые она сама производит и это и есть закрытый характер системы в нее ничто не входит извне все что она имеет она создает сама и в этом смысле да луман продолжает тем не менее оперировать понятием мира но он специально останавливается на том что мир для системной теории он да должен претерпеть некоторое переопределение но тем не менее он должен сохраниться и это к вопросу о системном солипсизме да о том что система как бы да как бы заперта внутри самой себя на самом деле нет а эта логика она противостоит метафизике в обоих ее изводах как бы можно условно сказать что метафизика имеет две базовых версии в терминах кусарля можно назвать первую объективистской а вторую трансценденталистской да или там одну условно говоря сенсуалистской другую рационалистической и гегелевская система как раз представляет собой вот эту маниакальную зацикленность системы на саму себя которая изгоняет внешний мир и таким образом изгоняет условия возможности наблюдать иначе для современной теории вот эта возможность наблюдать иначе является является принципиальной и она как бы может быть закрыта с двух сторон да первый способ закрыть эту возможность это объективизм когда объявляется что те определения которые мы имеем в составе нашего знания да они соответствуют состоянию мира в себе и мир таким образом инвариантен и единственная вариация да которую система может себе позволить это вариация это плюс-минус по степени адекватности положению дел и второй способ закрыть возможность наблюдать иначе это отсечь наоборот мир от системы да где система будет в такую маниакальную как бы впадет в такой цикл бесконечного самовоспроизводства единого который имеет свою природу имеет природу как свой собственный продукт для того чтобы приостановить как бы обе эти перспективы и удержать возможность наблюдать иначе мир как внешняя сторона системной границы должен быть сохранен но он сохраняется на определенных условиях он сохраняется именно как не источник определенности а как неразмеченное пространство Луман пишет до тех пор пока мир понимался вещественно как совокупность вещей или как творение все что оставалось загадочным должно было предполагаться существующим в мире в качестве предмета для восхищения как чудо тайна мистерия как повод для страха и ужаса или для беспомощной набожности это отношение меняется когда мир начинает постигаться всего лишь в виде горизонта лишь как другая сторона всякой определенности в результате мистерия заменяется развлечение маркированное и не маркированное наблюдателем в повседневном использовании при том что целостность маркированного не может быть не может суммироваться или даже быть уравненной сне маркированным мир современного общества есть фоновая неопределенность unmarked space которая делает возможным появление объектов и активность субъекта так мир системной теории это ненаблюдаемый мир это источник возможности того по квентину миссу что все может быть совсем другим и в этом смысле конечно гиперхаос миссу рифмуется с этим неразмеченным пространством и я очень дорожу своей находкой в одном из художественных текстов Батая в тексте который называется Аббат Эс который я считаю идеальной иллюстрацией вот этого различия между миром который имеет систему как совокупности собственных значений свой окружающий знакомый мир и миром который ненаблюдаем но который структурно должен быть постулирован для того чтобы имелось возможность мыслить не метафизически абсурд до которого я доходил в своем изнеможении помог мне придумать средства как точно сформулировать ту трудность с которой сталкивается литература я воображал себе ее объект совершенное счастье мчащимся по дороге автомобилем сначала я ехал рядом с этим автомобилем слева со скоростью болида надеясь его обогнать тогда он прибавил скорость и стал постепенно уходить от меня отрываясь всеми силами своего мотора тот самый момент когда он отрывается от меня демонстрируя мне мое бессилие его обогнать а потом и просто ехать за ним и есть образ предмета преследуемого писателя он владеет этим предметом не тогда когда ему удается его захватить но когда в самой крайности чрезмерного усилия предмет ускользает из пределов невозможного напряжения по крайней мере глядя как отрывается более быстрый автомобиль мне все-таки удалось достигнуть счастье которое по сути ускользнуло бы от меня если бы по видимости не перегнало меня а и так этот мир да это внешнее постулируется как оперативно недоступное и этот ненаблюдаемый внешний мир четко отделяется от того мира система который конструируется посредством системных операций все что достижимо на обгоне имеет отношение к собственным значениям системы а вот этот вот да внешне всегда неопределенный мир он как бы всегда убегает в эту недоступность но из этой недоступности он поставляет возможность различать иначе и это есть то единственное счастье которым счастлива современная теория в отличие от ее метафизических предшественников можно сказать что у меня была идея проиллюстрировать да диалог платона парменит при помощи да и те гипотезы вот о едином и ином которые неоплатоники они как бы выделяют в этом диалоге но я не буду пускаться в этот да далекий опыт и я только ну скажу что то что луман называет единством развлечения да это и есть несуществующая единая платона по ровно постольку поскольку да когда поскольку она недоступна в операции да совершившись операция имеет дело с обозначенным соответственно само развлечение при помощи которого это обозначение состоялось может быть в свою очередь в собственном единстве обозначенным только на следующей операции но когда оно оказывается обозначенным да то образуется неразмеченное пространство да через это произведенное развлечение соответственно уже мы не имеем единого этого которое мы хотели обрести имеем единое многое и вот это пре преобладание неопределенности над определенностью это это то чего не могла себе позволить классическая философия неопределенность имела место да всегда но она так или иначе как бы управлялась или регулировалась такой инстанцией виртуальной определенности и любая как бы такая антологическая карта она набрасывалась вот на условии да утверждения той инстанции в которой как бы виртуально да или ретроактивно все эти познавательные процедуры которые мы проделываем да будут оправданы как устремленные вот этой вот незамутненной да не знающий своего иного определенность такой инстанцией являлся бог теологов да наилучший выбор бога у лейбница и это да виртуальное единство которое по сути является вариантом представления единства общества для лумана это то от чего луман как бы эксплицитным образом отказывается и говорит что современная теория для современного общества может состояться в том случае что это предпосылка некого единства да будет отброшена эта предпосылка гласила пишет для всех наблюдателей мир является одним и тем же и в наблюдении он может получить свое определение остаточное проблемное состояние затем было передано в сферу религии которая должна была объяснять эту трансформацию неопределенности в определенность вы знаете мне кажется я уже наверное да как-то как-то я быстро очень компактно по всему прошелся я готов закончить и ответить на вопросы в последний вот последний фраза о переходе от определенности на определенность мультирализм относится в категории определенности так же как и Бог так мне нужно чтобы ответить на этот вопрос мне нужно как бы дать вводную насчет того о чем мы уже не раз говорили в том числе в хилосовском кафе что материализм стало сейчас очень популярным словом но это слово как бы абсолютно значение этого слова совершенно не стабилизировано и мы можем говорить о материализме совершенно в разных смыслах Батта использует слово материализм он говорит базовый или низкий материализм и для него это материализм ну вот в смысле месу скорее да это как бы материализм необузданной материи тот материализм который да ближе к натурализму да это некоторая противоположность этого базовому материализму потому что по сути материя натуралистов она определена и в этом смысле она как бы приручена понятиям и но да в в этом понятии материи да оно сохраняет парадоксальность потому что я думаю что даже у Ленина наверное да мы можем найти такие места где он признается нам что материя это то что всегда может быть как бы не тем что получил свое определение в понятии и поскольку поскольку этот аспект сохраняется мы можем говорить о материализме как да как о таком о том что сопутствует современной теории о допущении вот этого не не обработанного иного да да которое да которое не не обработано смыслом оно как бы не за не за не заполнено этим смыслом не усвоенной оно не поставляет нам смысл оно наоборот поставляет только возмущение и смысл предпринимает какую-то работу да для того чтобы каким-то образом с этим материальным возмущением которое вообще непонятно откуда взялось что значит когда оно началось и когда оно закончится смысл пытается с этим как-то обойтись вот кстати я сейчас пожалуй насчет смысла договорю вещь которую я выпустил аббатай совершает такое грандиозное как бы пафосное жертвоприношение смысла но то что получила современная теория от этой операции да то как она усвоила это как бы это достижение аббатая можно представить в виде различия между двумя способами понимания того что такое смысл и вот я в этом аспекте отсылал к письму Барта Антонионе где он тут вот это различие мне кажется он очень четко проводит и это то самое различие которое как раз определяет смысл по Луману я сейчас даже зачитаю под мудростью художника я подразумеваю вовсе не античную добродетель и еще менее какой-то опосредующий дискурс но нравственное знание ту точность рассуждения которая позволяет никогда не смешивать смысл и истину то есть вот когда смысл смешивается с истиной мы имеем мы имеем дело вот с этой гегелевской да единящей машиной которая в смысл закатывает все и уничтожает свое иное сколько преступлений совершило человечество во имя истин между тем истина всегда оказывается всего лишь смыслом да истина оказывается всего лишь смыслом что это значит это значит что смысл как различия возникает посреди этого черного неразмеченного пространства и у него нет ничего кроме того чтобы продолжать да себя как бы отличать смыслу не на что опереться и он существует не постольку поскольку да наши операции устремлены вот к этому горизонту единящей как бы тотальности объяснения всего а лишь постольку поскольку он продолжается смысл это и есть по луману различия между определенным и неопределенным между действительным и возможным тут он как бы перекликается с гусаревским понятием горизонта всякая определенность на самом-то деле имеет значение лишь в некотором горизонте да и в этом смысле на оперативном уровне у нас никогда не присутствует вот это вот совершенно пустое неразмеченное пространство и поэтому исчисления спенсера брауна они как бы не статичны они постоянно движутся потому что здесь все время возникает снова определенность и это та определенность которая там ну мы выбираем какое-то значение из горизонта значений ну вот об этом кстати неплохо писал Виктор Молчанов который комментировал Гусарля что он критиковал вот этот атомизм значений у Гусарля что вот по Гусарлю значение заключено само в себе само в себе покоится числовое какое-то значение 4 4 это 4 но на самом деле 4 это 4 потому что 4 это не 5 да существует смысловой горизонт а именно числовой ряд в рамках которого это значение собственно и реализуется вот и таким образом движется смысл через отсылку от актуального да от того что ограничено к некоторому возможному к тому горизонту в котором оно это значение обретается в котором оно располагается и получает свой смысл да дальше после того как этот горизонт нами тематизирован он уже становится содержанием обозначенной области и вот эта чехарда продолжается дальше и по уману да только к этой чехарде смысл и сводится и поэтому да метафизика она я в ужасе от этого потому что такой смысл который да есть ровно то мгновение когда он себя продолжает но это же какая-то бессмыслица какая-то вот эта странная машинка да кувыркается какая-то волшебная игрушка в пустоте да вселенская большая любовь которая не 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 да которая ничто потому что как мы как потому что со стороны это его неразмеченного пространства этого различия на самом деле нет потому что мы что-то выделили из горизонта да мы не совершили никакого прибавления по уману кстати наблюдения это вычитание точно так же как и по мясу который трактует белёза мы приобретаем смысл путем вычитания отбрасывания всего как бы вот этого вот океана бытия и удерживание как какого-то небольшого его фрагмент закрывая глаза на все что нам неинтересно да вырезая из бесконечного многообразия из вот этого шума да который настолько плотный что он равняется для нас небытию потому что в нем в самом по себе не прорисовано никакой иероглиф никакой значений никакой различий и вычитая как бы да отбрасывая мы получаем смысл то есть на самом деле смысл образуется не путем какого-то прибавления да не путем какого-то созидания не с послания не с послания а путем ему вычитания вот такие дела да но это да настолько другое что даже не не смысл смысл возникает давайте я подумаю может быть на что-нибудь то есть на сказанной риге еще сегодня отвечу сейчас в чем отличие виртуального от потенциального ну мы можем сказать что в общем смысле ни в чем то есть мы можем как бы углубляться в какие-то концепции где это различие имеет смысл но для простоты мы можем сказать что здесь нет никакого различия если мы будем потенциально понимать в смысле этого неисчерпаемого как бы резервуара значений да как который в себе не обладает никаким значением и в каком-то смысле вот этим да виртуальным или потенциальным то есть виртуальная делеза например да в этом смысле является синонимом хайдеггеровского бытия и по сути вот я я например готов это показать да и пытаться аргументировать кому-то кто откажется откажется в это верить почему хайдеггер по дорида занимает вот такую вот двойственную позицию он как бы закрывает метафизику но как бы закрывает ее не совсем почему не совсем допустим нам понятно а почему он все-таки ее закрывает разумеется потому что он критикует онтотеологию а онтотеология это и есть вот этот вот древний да такой ветхий способ производства смысла когда сущие иерархически располагаются в какой-то структуре и где каждое сущее обретает свой смысл помещаясь на собственное место да размещаясь по отношению там к вышестоящим и ниже стоящим а когда хайдеггер вводит бытие которое находится по ту сторону онтотеологии он по сути совершает вот этот вот как бы нигилистический жест который на которому наследует делес когда говорит о виртуальном и о дизъюнктивном синтезе что сущие они на самом деле друг с другом как бы никак не связаны они просто вываливаются вот из из этого виртуального из из этого не не определенного как бы единого и все как бы чё хочешь с ними то и делай вот вы подчеркнули разницу между замкнутой системы собственными значениями и видимо открытой системы с горизонтом правильно я понял и не совсем нет не совсем на самом деле вот это вот как бы горизонт он имеет место всегда это сама структура смысл которая работает и и у гегеля и и у лумана горизонт открывается каждый раз но да одно дело что вот это вот как бы машина логоса она работает на то чтобы этот горизонт закрыть но с другой стороны оперативная замкнутость системы обладающей собственными значениями да это лумановская система и она работает точно так же вот с этим с открытым горизонтом просто сама отсылка от актуального к возможному это и есть системная операция да луман говорит система это граница между системой и внешним миром система замыкается в себе относясь к своему внешнему миру ну и вот как что хотите с этим то и делайте тематизация внешнего мира именно как такого который не усвоен в этой операции да составляет базовую структуру системной операции другое дело что система имеет какие-то свои устойчивые структуры она имеет какие-то коды да то есть собственные значения да это как бы то что повторяется в системных операциях она ну как бы имеет какие-то стереотипные да структуры на которые поступающие в нее содержание как бы нанизываются под которые они подверстываются и и желаю подчеркнуть закрытый характер системы то что она не впускает в себя ничего извне но всегда все переводит нас в свои собственные значения это мысль на самом деле за которую ну было бы тяжело сражаться да что это действительно так я бы предпочел об этом поговорить на одной из следующих встреч но вот ума настаивает на том что вот эти вот иритации или раздражения которые поступают из внешнего мира они никогда в нее не поступят они лишь побудет систему для того чтобы продолжать вращать вот этот барабан в плане ее собственных значений и в крайнем случае да то что не сможет быть да когда система уже не сможет переводить эти возмущения в собственные значения она погибнет то есть единственное что может попасть в систему из внешнего мира это ее собственная смерть пока система жива она продолжает воспроизводить собственные значения естественно если мы возьмем психоанализ то окажется что это не так что на самом деле в нас попадает что-то что мы не можем усвоить и оно как бы там в нас застревает и это действительно кусок внешнего но вот по умам это не так а попадание из внешнего в эту систему это не новая теология ну в каком-то смысле да если если мы будем как бы говорить о том что действительно что-то попадает то это да будет как бы новая теология то есть мы получим что-то что является внешне да потому что по сути внешней материи это вот как бы такой бог да это что-то что действительно может как бы быть предметом ну каких-то вот возвышенных отправлений и в этом смысле даже да при всей своей вот какой-то да материя как что-то да не утонченное да это тоже ну как бы замечательно нам тоже подойдет такое как бы левая сакральная как раз по батаре очень хорошо бог да он как раз такой ктух вот всем нравится мне кажется а ну на следующий будет феноменологии будет ну мы возьмем проект гусаревской феноменологии как строгой науки как вот самый замечательный кейс фундаменталистского проекта как последнюю попытку старой теории состояться и посмотрим что собственно с ней происходило и какими путями она пришла к невозможности состояться в качестве в этом классическом качестве и в том что феноменология представляет собой сегодня ну вот она пришла к некому к некоторой необходимости считаться с современными условиями производства теории то есть как бы метафизика не может закрыть глаза на современные условия это как бы мой главный пафос в этом состоит мы не можем не можем заниматься метафизикой то есть это не это не как бы вот я как ницш который как бы хотел наставить на то что смерть бога это не его концепция которую он придумал а что он свидетельствует об условии с которым невозможно не считаться и вот я как бы хочу говорить там не то что я увлекаюсь там вот это вот какой то такой пост пост структурализмом я хочу сказать что это условия с которыми нельзя не считаться и в этом смысле то что произошло с феноменологией очень показательно и в том числе она имеет значение то есть я хочу показать почему луман прав в том что коммуникация представляет собой отдельную от сознания системы в каком-то смысле не признание гусарля коммуникации отдельное от сознания системы сыграл с ним такую штуку еще вопрос мне когда попалась книга французская где я обнаружил фото 103 книжки где у меня отрублены головы там и поскольку я тогда не считал эту книжку а сейчас мы его представили как родоначальника войны середина то а я подумал что он как бы не шанит то есть он начальник или ужаса или витальности то есть есть какая связь с ним да конечно а как она ацефал его любимая фигура существо без головы ну как раз голова это и есть вот это вот этот ум этот смысл который всему голова который как бы все соберет и от него надо избавиться ну конечно голову ему надо оторвать а почему борьба с середину с помощью головы предполагает освещение не очень понятно это борьба не при помощи головы не дают но при помощи головы предполагает ее удаление но можно без помощи головы ну как волга что у вас есть ааааа ну да ну вот видите как получается интересно голова сама себя так вот что павец кто бы он заявлял вообще честно так давайте таки не монополизировать дискуссию то может быть кто-то еще хочет а нет вы хотели бы просто запись вопрос уже давно нет я лучше в следующий раз потому что как раз коммуникация и формализация это такая штука из которой это невозможно будет проявляться не со стороны горизонта и внешнего системе а внутри ну да вот это будет самое интересное потому что мы будем сталкиваться с движением и трансформации ближайшего да система постоянно как бы вводит границу между собой и внешним миром внутрь себя она ее тематизирует и собственно наша как бы научный дискурс да который как бы постулирует некий натуральный да как бы объективный мир это есть это и есть вот такая вот обработка границы потому что в качестве чего-то отличного от теории этот мир натуральный уже вводится в теорию а а такого внешнего, в качестве условия существования смысла, от которого смысл никогда не сможет отделаться. Ну, Баттай не то чтобы не мог, ему, может быть, и не хотелось думать о том, что это может быть артикулировано таким образом. Он, может быть, хотел действительно думать, что философия и теория – это что-то гегелевское. Он, может быть, не хотел отделять теорию от метафизики. И он противопоставлял этому поэзию, какой-то экстаз, какое-то безумие. То есть он как бы хотел выступить на стороне безумия. Но я хотел показать, я надеюсь, что мне в каком-то смысле удалось, что оказался сформирован новый ум, который усвоил этот опыт Баттая, который отличил себя от того, чему Баттай себя противопоставил, но тем не менее он остался смыслом. Да, это смысл. Но он просто как бы прояснил для себя то, что это смысл, который имеет бессмыслицу своим условиям, своим как бы всегдашним собеседником и тем, от чего он никогда не сможет отделаться. И в этом смысле он как бы поспокойнее так, чем Баттай, как бы и стал. То есть, да, совершенно не нужно упарываться там до смерти для того, чтобы этот смысл произвести, в отличие от метафизики. Ну, да, можно и на это списать, да. Нелец поспокойнее. Хотя какие они, к черту, спокойные, нет. А можно небольшую компанию? Павел, мне кажется, у Баттая была тоже попытка постоянного построения какой-то теории, с которой он много раз привлекал вот к себе, и наука, и науке, и технология, теория религии, общая экономия, собственно, теория суверенности, политическая теория. И это тоже очень важно у него, как и молодость его творчества. Да. На самом деле, безумная такая парызия. Да, это правда. На самом деле, у него как бы амбиции теоретика существовали. И вообще, он считал, что он написал невиданный и революционный труд по политической экономии, вот эту проклятую часть. Что он как бы сказал в экономике такое слово, которое именно в этой дисциплине, которое не было сказано до него. Но вот для меня вот это вот его колебание на границе, как бы, теории и ее невозможности, оно запечатлено в словах, это, пожалуй, любимая моя вообще фраза из Баттая, где он в предисловии к проклятой доле пишет, что «Я смог закончить этот труд, действуя вопреки тем принципам, которые я в нем излагаю». Вот, то есть, да, как бы, ну, это про Баттая долгий, да, как бы разговор, потому что, как бы, вот эта его операция, она как будто бы оказывается возможной, да, способом того, что он изменяет свои собственные интенции, как будто бы он предает, да, это иное. Потому что, ну, что он сидит, ну, работает, конечно, сидит, кропает этот труд. Вот. Никто, все, все, все с головами на плечах, как бы, в результате остались. Вот они хотели совершить человеческое жертвоприношение, а тайное общество, ацефал, было Баттаем организованным. Они так и не смогли этого сделать. Что-то у них не завалилось. Ну, это не шутка, это... Нет, не шутка. Маленький вопрос такой. Вот эта операция развлечения, она какую динамику в себе, скорее, содержит? Такую упирающую нечто или извергающую отношение к системе? Как система, она выдыхает или наоборот выбирает себя вот через эту операцию? Или мы и так, и так? Я думаю, что можно посмотреть вот двумя совершенно противоположными на это способами. Точно так же вот как смысл, да, он вроде как производится, а я говорю, что его можно мыслить как чистое вычитание. Точно так же и вот эта вот, да, вот эта сама операция отнесения системы к своему внешнему миру, да, ее при желании можно трактовать как бесконечное, как бы, отталкивание, да, от мира. Тоже был вопрос про систему, точнее сказать, что ж детский уточняющий, про статус. Потому что, да, вот смотрите, мы начинаем говорить, тут сами использовать, например, понятие мира. И тут возникает куча всяких недоразумений, да, в том смысле, что если мы берем там понятие мира у Канта, это регулятивное понятие. Ему вообще ничего не соответствует, да. Если мы берем понятие мира у, например, Лейбница, то как раз каждая монада совершенно уникальным образом, неповторимым, несладимым отражает этот самый мир, внутренним, разумеется, образом, да. Но там есть соответствие. Если мы берем Гуссерлетт, успоним вообще феноменологию классическую, неважно, там, первого периода, второго, ну, третьего отдельная история, там вообще все становится дико сложно, да, потому что, что мера, как бы, конституируется, он же при этом объект естественной установки, как будто бы скажет в объекте, ну, и так далее, и так далее, и так далее, да. То есть в этом смысле статус системы, он какой? Я думаю, я сейчас постараюсь очень компактно ответить на этот вопрос, и мы об этом поговорим подробнее на одной из следующих встреч, может быть, уже на следующий. То есть я на самом деле думаю, что здесь прав Мерлопантии, который определяет диалектическое отношение таким образом, что понятие может получить свое определение только в процессе движения к своему иному. И мы на самом деле имеем дело с лентой Мебиуса натуральным образом. Когда мы определяем систему в ее отличии от мира, и чем больше мы, как бы, изгоняем мир, чем больше мы приписываем определенность мира самой системе, запираем ее, как бы, в себе, тем больше на другом конце, как бы, у нас мир снова, как бы, возникает на самом деле. И он, как бы, возникает, как тот мир, в котором вот эти системы в качестве этих запертых, сами в себе монад существуют. Когда мы открываем, то нас в каком-то смысле это, наоборот, закрывается. И то есть, ну, действительно, Луман, он в этом смысле, вот, претерпел такое возвращение мира, потому что в конечном итоге ему пришлось сказать, что системы существуют. Другое дело, что его можно вписать вот в такую линию, которая, в принципе, достаточно удобная, и в этом смысле можно некоторую опорию разрешить, в линию, в которой утверждается несуществование мира. Вот, кстати, Леви Брайант, да, они утверждают несуществование мира в том смысле, что существуют системы, существуют разные инстанции, которые производят развлечения, но не существует того, как бы, пространства, да, или того плана имманенции, на которой эти системы могут быть, как бы, наблюдаемы в качестве вот так вот присутствующих во множестве. Потому что если мы это пространство конституируем, то сразу же оказывается, что это делает какая-то система, да, она конструирует такой мир, в котором она населяет, как и другими системами. Ну, так далее, да, бесконечность. Ну, да. Это Бог. Нет. То есть между миром и системой, если я правильно понимаю, имеется некоторое постоянное напряжение, интенция буквально. Да. Но как бы является интенцией другого, и это обуславливает, видимо, да, да, феноменалов. И вот, ну, то есть, вот опять же, вот это вот возвращение мира, да, гусарл идей, он настолько сильно запер, да, систему, что буквально написал, что мир и предметы его есть ничто сверх того, что порождается в интенции, да. Ну, и чем он закончил? Тем, что он сказал, что жизненный мир, да, это на самом деле та основа, на которую, да, должны вернуться все наши спекуляции на тему вот, все эти трансцендентальные наши прибамбасы. Прибамбасы. Но при этом там же возникает, да, интерсубъективность, причем что показательно-монадическая интерсубъективность. То есть, он начинает возвращаться все, ну, все не все, но тем не менее концепты, да, классической новоевропейской метафизики. Да. Но Луман в этом смысле сложнее и интереснее, потому что у него система коммуникации, да, она существует, как бы, отдельно от систем сознания, да, и у нас не просто как бы дилемма того, что вот типа есть замкнутые системы, а есть какой-то мир, в котором они находятся, а на самом деле есть система коммуникации, как система, да, сообщения, систем сознания между собой. Но все-таки об этом давайте в следующий раз. А вот отношения здесь годится вместо коммуникаций? Да, годится. У Хармона есть отношения, но там это не сносится к женогу. У Хармона. Ну вот вы знаете, получается, кстати, что-то похожее на Хармона, потому что если у Хармона из как бы вот этих вот withdrawn objects оказываются выколоты, да, то есть это как бы отношения между объектами, но сами эти объекты, они неопределимы, и поэтому они остаются такими исключенными пределами этого отношения. У Лумана получается то же самое, да, то есть коммуникация, это система отношений между эго и альтер-эго, но сами эти эго, они как бы вот из этой системы исключаются. Это просто как такие пределы обозначаются, да, как полюса напряжения, но на самом деле операция осуществляется как бы не задействуя эти инстанции, они лишь ее, вот как бы помечают ее границы. Еще вопрос, друзья. Все, да? Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok